Итак, дорогие друзья, вас приветствую, это канал Али Магомедов и Тайная Комната. Али поделился с нами большим таким объемным концептом по работе в открытом гарде. По сути, он будет раскрывать свои секретные техники. Техника интересна, но она очень много, очень много теорий. Итак, ребят, я начал рассказывать про то, как, в общем, концептуально выглядит контроль. Прежде чем мы начнем контролировать супер благополучно, мы уже удалили соперника. Как я сказал, когда мы контролируем две руки, это супер удачное стечение обстоятельств, когда уже все хорошо, все под контролем. Но прежде чем мы придем туда, особенно в начале схватки, я изначально сказал, что у человека очень много силы и энергии. Естественно, он будет пытаться использовать эту силу, чтобы не удалить себя залезать, чтобы все время освобождаться. Очень часто мне, я как вынужденную меру, как я сказал, чтобы работать здесь, то есть мы пришли сюда, но в целом я не люблю до Рива, потому что у человека одна рука свободная, все время будет тянуть мою ногу, у него вторая рука. То есть мне не нравится работать гард, когда я не держу руки соперника, я чувствую некоторую даже возможность от него, ну просто какого-то, скажем так, лаки-панча. Когда я контролирую обе руки, никаких лаки-панча, все под моим контролем. Я сразу заблаговременно начинаю видеть любые его начинания и могу их предотвращать. То есть чем меньше мы даем сопернику пространство для вот таких вот выпадов, тем больше мы контролируем схватку и у нас все будет благополучно. Соответственно, смотрите, то есть полгарда в Галариву это вынужденная мера, просто потому что я так надо. Потом я перехожу сюда, уже начинаю работать, меня мало начинает волновать его нижняя часть тела, нижняя часть тела это ниже полцы, грубо говоря, ноги. То есть штаны, пятки меня мало интересуют. Я готов оставить ему динамику ног полностью, но лишив его возможности хватать не на заново. То есть моя концепция строится вокруг контроля рук, в первую очередь. Как я и сказал, мы работаем здесь, в самом начале очень тяжело это все делать, да, он пытается хватать на ногу, пытается проходить. Мы систематически должны делать одно и то же, ребят. Реально прогонять человека по всем вот этим техникам раз за разом, раз за разом, пока он не устанет и не потеряет дееспособность к этим действиям. То есть пока он много сил, он супер, он у нас террорит, дамы защищает, уходит сюда, снова контролирует, предотвращаем, не даем, заставляем соперника делать как можно больше работы тяжелой и кропотливой. Это наша тактика. Я лежу, я вообще ничего не делаю. Да, я держу его, да, я ногами там ковыряюсь, но я в основном налегке подстраиваюсь под соперника. Я не делаю никакой тяжелой работы, я его там не тяну, я не подтягиваюсь. Мои мышцы фактически всегда расслаблены. Он фактически всегда, чтобы что-то начинать делать, должен напрягаться. Чем больше напрягается, тем больше он устает. Здесь простая логика. Соответственно, как я и сказал, очень часто, даже при борьбе с Алексеем, первые 2-3 минуты мне нужно просто прогонять его по всем этим техникам. И меня не всегда устраивает этот запад, поскольку он легкий доступ к ноге имеет, иногда у него рука очень сильная, и я даже вот это действие не могу сделать. В целом, это действие, это как вот, он хватает нашу руку, просто вот так за руку можно почти, типично через большой палец освобождение руки. Абсолютная аналогия, словно он хватает, через большой палец, через большой палец. Или вот, даже просто, вот спросите, вот он смотрит, все, вот, вот это одно движение всегда освобождает нас от его рук. Просто через большой палец и ноги срываются. Все техники освобождения от кистей всегда связаны с тем, что мы атакуем 1 палец, а не 4. Соответственно, мы здесь, он нас хватает, тем не менее, я вам говорю, что иногда бывает такое, что меня не устраивает вот этот захват, я понимаю, что теоретически в одну из его атак он может преуспеть и пройти мой гарт. Меня, ну, такая, как бы, такая практика не устраивает, мне нужно что-то менять, чтобы вот эта теоретическая возможность меня пройти стала невозможностью. Соответственно, я начинаю прибегать к лапену. Лапен мне помогает, опять же, его контролирует получше и очень часто я начинаю свою ногу прятать за его лапеном, чтобы он не мог ее нормально хватать. В данном случае вот так он меня не пройдет, в целом, если он любит хватать штаны и захваты со штанином, вот захваты со штанином реально тяжело бывает срывать, поскольку рука очень сильная. Мы приходим сюда, я очень люблю вот так вот прятать, что ему фактически негде было хватать мою ногу, то есть моя нога полностью закрыта его курткой. Он даже если что-то будет хватать, он будет хватать свою куртку, я в абсолютной безопасности. Но это просто как, такой, знаете, привал на 2-3 секунды, то есть не то, что я открою, ага, и все, я выгодишь полтора часа, нахожу, что такого не бывает. В целом, у нас есть постоянная работа и очень часто, смотрите, я ухожу сюда, в другой лоб, на той захват вас и возвращаюсь сюда. Я ухожу сюда, в другой лоб, на той захват вас и возвращаюсь сюда. Чисто для контроля. Опять же, теперь ему обычный проход глаз, он левой рукой будет мою вот эту ногу цеплять, да, и перешагивать ее, да, да. Если он будет, не или нет, сначала даже просто между ног ее пропихни, вот просто одной ногой пропихни, потом дальше будет нас грузить, проходить. В целом, эта история с лонгардом уже давно известно, как это блокируется. Когда мы уходим сюда, я здесь, он пытается ее достать, я сразу наклоняю сюда, чтобы он не мог, я прячу свою ногу за его плечом. То есть она не вон там, где он легко, вот видите, как он легко добирается на моей стопу. Так это никогда не будет работать, он всегда будет снимать ее, проходить, он будет доминировать над моей ногой. Мы этого допустить не можем, поэтому мы изначально замоем ее глубоко и тянем его сюда, вот здесь попробуем ее сорвать. Не, ну, как бы, это невозможно, мы даже ее схватить не можем. Понимаете, да? То есть чем сильнее мои колени у моей груди, тем лучше я защищен в открытом гарде. Чем дальше мои ноги, практически все опен гарды, которые я работаю, фактически всегда супер защищены вот здесь и очень уязвимы вон там. Чем сильнее я раскрываю свою глиню сгиба, тем более уязвим я. И это касается и этой истории. То есть вот здесь вот, мы работаем в открытом гарде, я понимаю, что что-то мне не получается контролировать, рано или поздно он начнет меня проходить, он хватает мою ногу, я здесь спасся, да, но постоянно так спасаться я не смогу, рано или поздно это плохо для меня кончится. Я понимаю, что мне нужно уничать ситуацию, уходим сюда, ногу заправляем, накручиваем как на макаронину, вернее как на макаронину ловил, его куртку на свою ногу. Все, здесь у нас лучший контроль, и здесь у нас уже разворачиваются, в принципе, два разных способа ведения спадки. Это мы это использовали просто, чтобы его поконтролировать, его мутамиуса, либо мы это использовали, чтобы уйти в ворнгард. Ворнгард это целая отдельная концепция, мы тоже ее вам расскажем, но пока не будем отдаляться от основной темы, от опен гарда. Ворнгард в принципе тоже опен гард, но пока я опен гард имел ввиду контроля двух рук, типа контроль двух рукавов, либо контроль вот этого, контроль рукава и лапела. Но этот лапел делается для того, чтобы я все время хватал вот эту куртку. То есть вот эту лапелу я не люблю хватать, потому что отчетливо его то плечо становится гораздо более свободным, и я никак его не контролирую, да, я хорошо контролирую его это плечо, но то, что слева, справа от его головы, мне совсем не под контролем, и даже если я здесь, я вообще не дотягиваюсь. Тут у меня гораздо больше контроль над его левым плечом, соответственно, и больше возможностей схватить его левую руку, понимаете, да? То есть в моей концепции всегда правая рука работает только с тем, что справа от его головы. Куртка, рука. Левая рука работает только с тем, что слева. Это рука и нога. Да, как я сказал, что левая рука у меня почти никогда не хватает в куртку, правая рука почти вот... Вот в таком гарде вы, наверное, меня никогда в жизни не увидите, просто потому что так не работает. То есть все остальные, в принципе, да, варимую работаю, здесь работаю, с рукой работаю, с курткой работаю, но есть охваты, которые просто я не беру, поскольку они из моей концепции выпадают. Соответственно, мы здесь, мы можем использовать вот эту историю, как я сказал, это делается вот так. Раз, два. Просто для того, чтобы поконтролировать его и убедиться в том, что он у нас не пройдет, прогонять его по всем этим историям, он, опять же, стоит в неудобном положении, он устает. Он выполняет именно то, что я хочу от него. Утомляется. И чем сильнее он утомится, тем больше шансов у меня будет потом его контролировать. В целом, отсюда очень часто я его заставляю сидеть вообще в закрытый гард. А закрытый гард это всегда легкий доступ к двум руках. С закрытого гарда вы всегда спокойно возьмете эту руку. То есть, очень часто при борьбе с ним, я сажаю ему в закрытый гард, хватая две руки, если он уже достаточно утомился, если нет, я ему здесь мозги парю, заставляю его уставать. А когда уже я понимаю, что его уровень энергии позволяет мне над ним издеваться, я хватаю рукава, уже выхожу сюда и спокойно работаю в свои любимые атаки. По любимым атакам мы по всем пробежимся, они напрямую зависят от того, как располагается соперник. Основных расположений с точки зрения высоты, это три. Это он сидит на коленях, это он стоит на одной ноге, то есть чуть выше, чем на коленях, это он стоит на двух ногах. Но по сути четвертого тут не придумано, да? Вот, соответственно, это мы с вами разобрали, когда человек стоит, единственный, когда он стоит, он может стоять двумя разными способами. Две ноги параллельные, или одна нога четко вперед, четко назад. Сейчас мы повторим все атаки, которые мы показали отсюда. Это все не связано с форнгардом, форнгард мы как отдельную концепцию запишем. Ну, просто, чтобы не впутывать ее сюда. Пока у нас, давайте пробежим по техникам. Итак, ребят, каждая схватка у нас всегда начинается со стойки, мы жмем руки, расходимся, и все, схватка начинается. Ладная моя задача в стойке, во-первых, не отдать два балла. Я сам, ну, я редко пытаюсь делать трейк-дам, но это исключительный случай, только когда я знаю, что соперник тоже хочет прыгнуть под меня в гард, я уже использую эту информацию, что, ладно, я попытаюсь его подловить на его движение вниз. То есть мне не нужно там волю подключать, много сил тратить, поскольку просто я не хочу тратить много сил, у меня не нужно, чтобы победить. Если человек стоит в стойке и не прыгает под меня в гард, я даю, условно, я могу там поработать, одну секунду, две-три постоять, я понимаю, что он под меня прыгать не собирается, все, мне надо с вами прыгать, я не буду работать с ним, пытаться делать его трейк-дам и не буду тратить сил. Как правило, как правило, правши стоят правой ноги вперед в борьбе. Да, в стойке, когда там ударные дискорды или мы, мы на максимум удары, да, у нас правая нога сзади, если вы правша. В борьбе чаще всего я наблюдаю, что я лично правша, я всегда только на правой ноге вперед стою. На левой ноге у меня абсолютно нет уверенности в собственном балансе, ну, я и на скейкборде, если катаюсь, я всегда катаюсь на правой ноге вперед, просто потому, что так мне гораздо легче держать баланс. Как я стал, очень часто заметил, что люди всегда как-то стоят, но как они стоят в стойке, честно, никак являет на то, как я делаю полгарду. Хоть он левой ногой вперед стоить, хоть он правой ногой вперед стоить, мне вообще фиолетово. И вся моя концепция моего открытого гарда, как я туда попадаю, она начинается прямо со стойки. То есть я никак вот так не стою, как попало внизу не оказывается. У меня изначально же план, я стою таким образом, я хватаю руку на мат, ложусь, затягиваю, хватаю до левой ноги дальше. Рука, нога. То есть все логично приходит к тому положению, в котором я хочу оказаться и заставить соперник работать. В целом разобьем полгарду на два действия. Это когда я сажусь и когда я отсюда, фактически с рукой, затягиваю, оказываюсь до левой ноги. Очень часто я говорю, да, как мои ученики делают следующее, они прыжают в пол соперника, и он как стоял, так и стоит. Никакого пула не было. Если вы не тянете, соперник, и он не проваливается, ему становится скучно, пока вы летите в гордон, будет хватать вас проходить, понимаете? Просто от скуки, потому что ему нечем заняться. И что-то происходит, будет, ладно, что делать, проходим. Если вы его займете тем, что он падает, и будет просто останавливать себя от падения, по крайней мере, в эту секунду вам ничего не грозит. Поэтому вы должны обязательно тянуть. Это полгар, я просто так с вами, слово пула, значит, ягу, вы должны осуществлять ягу. Как я сказал, это состоит из двух действий. Во-первых, смотрите, я никогда не срываю под соперника, потому что, соответственно, никакого пула не будет, если я себя под него загоняю. Я сажусь, заведомо, на расстоянии. Ну, я в реальной схватке не сажусь, я сразу затягиваю. Я просто разбиваю на два этапа. Это сесть, как видите, между мной и Алексеем, расстояние, которое он будет благополучно проваливаться, когда я буду оказываться на спине. И, соответственно, он сам придет ко мне в мое положение, куда я хочу. Я располагаюсь на спине, его нога всегда приходит сюда, так или иначе. Ну, не знаю, никогда еще не встречал того, что я затягиваю карты, он как-то там по-другому располагается. Все, правши, когда я сильно тягусь, правая нога идут вперед, чтобы остановиться. Я тоже меня бутюк, я вот так не буду останавливаться. Я всегда правую ногу поставлю, чтобы остановить себя, потому что моя правая нога ведущая, она имеет больше сил, и я ей больше доверяю. Так и все. Поэтому все, в принципе, работают на эту сторону. Очень редко мы наблюдаем, как я говорил, показывают на другую сторону. И чаще всего у вас в голове сразу становится, блин, а как это сделать надо на другую сторону? И вы начинаете думать, как бы сзеркалить на вашу любимую сторону. Соответственно, все начинается отсюда. Раз. Второе движение. Ноги как можно шире, колени при груди. А, да, сразу, почему я проговорю про ноги шире, очень часто глядет вот так. Это дебилизм, он никуда не пойдет, он сразу наши ноги скинет, обойдет нас. Наша задача, наоборот, это проговорить ноги. Такс. Вот. А дальше я его обнимаю, уже либо хватает его ригу, либо несу, как важно, в какое положение мои ноги откажутся. Главное, он окажется здесь, я здесь, и он между моих ног, фактически в моем гарде. То есть мой гард, это положение, вот фронт моего гарды, это вот отсюда, посюда. Если соперник вот здесь, в принципе, он в нашем гарде. Если он вот здесь, то это не наш, как он уже в голову пошел, соответственно, говоря про фронт гарды, вот мы работали, у нас опоры, это не то, где нам надо быть, нам нужно возвращать положение ног. Теперь мои ноги свалят на него, я могу его контролировать. Еще раз, с разных ракусов, мы покажем вам фронт гарды. Итак, ребят, мы сделали пулгар, мы оказались в Делориме, но, как я сказал, это просто наш способ телепортироваться из стойки в партер. Дальше с партера следующим этапом я всегда уже начинаю переходить в свой любимый гард, захватать здесь, переходить ногу сюда. То есть, в целом, смотрите, как я стал, в идеале наша нога должна быть вот здесь, да, но это только, когда мы контролируем две руки. Если я вот здесь, и моя нога вот тут, я супер уязвим, он сразу начнет расстаться, и мне нечем его остановить. Я, то есть, ни в коем случае нельзя работать вот этот гард, если у нас нет второй руки. Это исключительная ситуация, когда все хорошо, мы его держим, да, ноги здесь. Она может быть как и здесь, это тоже хорошо, если вы супер хорошо как гард работаете, но гораздо более идеальнее, если она здесь, у нас становится больше опций, мы можем щипцы накинуть, мы можем вот этот свит делать, соответственно, это положение вот этого отличается, лишь невозможностью делать свит ножницы в эту сторону, понимаете, да? Но в целом, если вы это понимаете, вы всегда можете отсюда вернуться, при чем делать свит, подстроиться, и уже его делать. В ситуации, когда мы здесь, вот эту гард, абсолютно, это супер плохая идея, это невозможно. Отсюда мы можем перейти только сюда. Вот это движение, только сюда. Мы здесь, рука, нога. Мы здесь, рука, нога. Вот тут, это все, он сразу у нас пройдет, и нам, нам даже не в чем у вас стоит, даже если он у вас проходит, ну да, и руку, но мои ноги все, они не удел, понимаете? А здесь он у нас проходит, а мы допускаем, что он у нас, ничего страшного, мы здесь спокойно работаем. Мы сейчас, я понимаю, что происходит, я знаю, как это остановить, я знаю, как с этим работать. Тут ничего страшного. Вот это, я не могу сказать, что я не знаю, я знаю, что все плохо кончится. То есть, тут все очевидно, здесь никакого варианта выжить, в этом гард нет, если у нас нет второй руки. Да, ну все, понимаете, я абсолютно никакого, не контролирую ни в плече, ни в ногах. Он абсолютно полный доступ имеет к динамике и к контролю моего тела, и легко его обходить. Соответственно, мы здесь, как бы он не работал, мы нажимаем, если он нас уже обошел, вот комплекс, у нас руку вставляет, восстанавливается, приветник. У меня вот этот гад идеально обнедряется в боевую игру. Он меня проходит, да, я за счет него спокойно себя чувствую, восстанавливаюсь, дистанцию, притягиваю, и вот отойди от меня, создай дистанцию. Ну, он не может, я его контролирую, понимаете? То есть, мне этот гад вот отсюда вообще никуда не длинится. Вот отходи от меня, ну, никуда, он мой. Здесь я его хорошо контролирую двумя руками и еще ногой, это чужая, понимаете, да, то есть, вот здесь может быть тупняк, если он будет назад отходить, мои ноги начнут падать вниз, он меня обойдет. Здесь нет, здесь ситуация, ну, в корне другая. Соответственно, мы должны научиться переходить из головы, рука сюда. Просто этот момент, с тем, что мы здесь не оказываемся без руки, он крайне важный, вы должны иметь это в виду. Мы сюда приходим только то, что у нас обходит, да, мы восстановились, схватили, вот теперь да, теперь мы работаем нашим милым ударом, но никак не без этой руки. Порядок? Голос из зала. Да! Итак, ребят, сейчас мы рассмотрим наши основные атаки, которые я уже показывал, когда человек стоит, и мы работаем с нашим гардом с двумя рукавами. Первый свип, как я сказал, здесь все зависит от положения соперника. Пока мы рассматриваем положение соперника, где он на параллельных ногах, то есть, вот есть линия, где он равномерно и левый, и правый стоит по отношению к нам, то есть, вот здесь нет ни одной ноги, которая лидирует, он стоит на параллельных ногах. Тут у соперника четко защищенные стороны, это бока, и четко уязвимые стороны, это назад и вперед. В целом, очень многие любят делать вот это, хватать, делать сик назад. Просто я не люблю этот сик, но он абсолютно актуален с этой позиции. Я именно вот в этой позиции, где мои ноги там, не люблю делать две ноги. Я его могу делать с других, где я, ну, скажем, синглы, где-то, да, здесь это актуально, потому что мои ноги сразу выходят, я начинаю атаковать и контролирую. В том положении, честно говоря, начинаются деки проблемы. Поэтому, здесь мы не будем рассматривать этот сик, хотя он актуальный, но он можно сделать. Здесь два любых сик. Первый, это мы ногами держим, здесь очень важно ногами работать, как руками, то есть вот так вот ноги воздух не охраняют. Я с такой рукой хватаю, два, это очень важно. Колени у меня здесь, чтобы он, то есть очень многие пытаются делать, он проваливается вот сюда, это так и работает. Колени, это граница, за которую ближе к себе я соперника не пускаю. Соответственно, первый сик называется к себе через себя. К себе и через себя. К себе и через себя. Ну, реально, так он решен на своем. Балу сириком называется. Балун сириком называется. Балун, типа жарик. Да. Балун сириком. Ребята, почему в принципе у меня образовался этот гад сейчас, просто показывая этот сирик, я вспомнил, что вообще раньше я любил этот сирик делать, как и все мы, вставляя ноги в живот, к себе и через себя супер идеально. Но, при борьбе с некоторыми сильными ребятами и крупными, я обратил внимание, что каждый раз, когда я пытался, ну, то есть у меня не было такого супер развитого открытого гарда, я тогда был, мне кажется, еще колец, он может быть коричневый пояс. В принципе, у меня была такая проблема, что каждый раз, когда я могу не вставлял, они делали движение, а я сам не тянет, не, 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 просто так. Да, я никак не мог удержать их руки. Они хватали, начинали открыть. То есть, как я ни старался, я всегда оказывался в уязвимом по отношению к ним в положении, потому что это движение, он все свое тело напрягает, и я сам, я даже, знаете, как я пришел к этому, я начал моему другу черному поясу, андзору, жаловаться на жизнь, говорю, блин, что за фигня, я стараюсь, все время вот это работает, говорю, они вот делают одно и то же, и срывать, и ничего не могу с этим поделать. И он говорит, ну, ну, да, ты же сам им даешь опору, ты же где-то опираешься, они используют эту опору. Я после этого, после фразы, что сам даешь опору, ну, блин, а зачем я вообще ее даю? То есть, у меня все так благополучно, вот здесь делают, никуда он, у него нет опоры, понимаете? Здесь все, он использует, или нет, смотришь, 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 вот это движение, ну, все, оно сильное, то есть, я делаю одно движение, я сразу добираюсь до его штанин, как бы он ни старался, если он опирается, ну, вот это движение очень сильное, теперь аналогично, вообще не работает, мне нечем, понимаете? Теперь, чтобы не от него оттащиться, мне нужно ставить колени, делать это, а когда мы ставим колени, да, мы попадаемся на сыпчек цели. Поэтому я перестал ноги в живот снять, я теперь работаю ноги в живот, только если я тренируюсь в свой шаге, у которого есть 50-60 килограмм, понимаете, да? То есть, там я доминирую, там я понимаю, что у него не хватит этих сил, возможно, он вообще не знает это движение, но с опытными тяжеловесами, никогда больше, потому что для этих проблем не нужны, соответственно, вам тоже. Итак, первый сик у нас был, к себе через вас, нашего любимого гарда, где мы с ногами работаем, как с тупнями, это очень важно. Второе, это когда мы делаем все то же самое, но человек защищается за счет опоры колен. Я пытаюсь сделать и не могу, понимаете? Вы должны сразу запомнить кое-что. Очень часто человек пытается ногами вот так работать, и люди воспринимают это как возможность для щипцов. Нет, если визуально его колени, вот здесь, он не опирается в вас фактически, вы должны просто больше проявить вот в этом направлении и сделать сик, понимаете? то есть это работает всегда, если он не упоряется коленами в вас. Очень часто я вижу, что вот так ставят, и щипцы не получается делать, и сик не делают. Здесь вы должны просто определять, что это положение через себя. То есть он у нас фактически не опирается, как он не старался, я его вытащу. Если он опирается в нас, вы его никак не вытащите. Понимаете? Никак. Просто никак. Отнеситесь к этому как нормально. Но все. Все. Еще один фактор по свипу. Смотрите, ребят, я вам заметил, что люди вот так петерочку еле-еле идут, вот так вот пальчиками там пытаются хватать. Фигня все это. Нормально, амплитудно закидывайте ноги, и все будет хорошо. То есть прямо хруто оплатываете вот так. А не вот так вот идете там, еле-еле царапаетесь. То есть вот так это не работает, понимаете? Откройте, отплатите, закиньте. Откройте, отплатите, закиньте. Все. Дальше мы держим эле-еле в груди, как я сказал, он здесь еще на пальцах ног может балансировать. И мы делаем следующее движение, которое называется поджопник. Вот так. Он падает, не встает. Вот так. Он падает, не встает. Итак, ребята, мы разобрали полностью практические ситуации в качестве на параллельных авиах. Когда вы так запарите своих партнеров по тренировкам, они рано или поздно начнут соображать, что надо вставать по-другому. А тут особо не раскуляться, тут все две опции. Либо стоять так, либо стоять одной ногой вперед. Соответственно, они переходят потому, что они стоят одной ногой вперед. Да. И теперь, то, что мы сейчас показывали, не работает, мы не можем их не вывесить, мы не можем подловить их на щипцы. Концепция его позиции изменилась, структура, точнее, его позиции изменилась, и то, как мы будем его атаковать, тоже должно измениться. Стоять, пожалуйста, вот сюда. Как я сказал, когда он стоит на правильных ногах, эти структы защищены, вперед, назад, уязвим. Когда он убирает одну ногу назад, тут немножко по-другому. И эта сторона уязвимая, и вот эта сторона уязвимая. А соответственно, вот эти два направления наоборот. То, что у него есть опора здесь, опора там. Но здесь ее нету, там ее нету. Это как раз те направления, в которых вам и нужно работать. Ставим, понимаете? Вот здесь я никогда первая атака здесь первая атака всегда через себя. Если она не идет, а не идет она по две ключи и за колен, то мы делаем вторую атаку. Здесь тоже есть первая и вторая атака. Я их не просто так называю первым, потому что вот сам вот этот свит-пассет тяжело сделать. Но начать с этого свита можно и нужно начинать с него. Либо мы, плавно получится, делаем ножницы, которые мы сейчас сделали, либо делаем их, мы нуждаем соперника расположиться таким образом, что я пытаюсь их делать и меня атака на эту собра. То есть тут четко прослеживается порядок действий. Соответственно, просто у меня это работает так. Как я говорю, у всех может работать по-разному, я не говорю, что по-другому это не работает. Я просто делюсь тем, как я люблю это делать. Я люблю четко делать либо первую атаку вот этой, либо если она не работает, опять же, делая ее, переходить на вторую. То есть не то, что я ее делаю не работать, вернуться, делаю то, она тоже не сработает. Потому что в момент, когда мы после первой атаки вернулись, как бы баланс случился. Он балансировал туда, чтобы не упасть на эту сторону. Я его прекратил делать, он вернулся в исходное положение. Он снова равномерно расположен по отношению как руку ко мне. И теперь моя любая другая атака точно так же будет ее защищать. Мне нужно двойную атаку накидывать, как я сейчас показал. Я начинаю первую делать, пока я ее фактически держу, он натянут как в сторону в ту сторону и потом я ему просто помогаю сводиться туда. Без вот этой паузы. То есть это так, это не работает вот так, смотрите. Я делаю, остановился, а теперь так не работает. Я остановился, он остановился. Моя задача заставить его как можно сильнее тянуться назад и без паузы сразу включиться в эту сторону. Огромную роль здесь играет то, как вы работаете руками. здесь ноги делаю щипцы. Ребята, не обманывайте себя. Руки. Здесь руки. Посмотрите на его положение таза и вообще на то, как он располагается. То есть я вот здесь вот тянул, он свою жопу туда максимально оценивает. И я руками помогаю ему пасть. Руками. Запомните, здесь 80% успеха это ваша работа руками. Понятно? Итак, повторим с нескольких разных разумусов. Контр на защиту тоже взяли. Ребята, вы можете сами придумать название, если вы подумаете, что вы гениальны в этом плане. Я плохо придумываю название, я хорошо борюсь. Итак, опять же, как я сказал, здесь все начинается с первой атаки. Здесь сама по себе эта атака не актуальна. Возможно, здесь можно делать вот сюда переход, типа экзарты, потом подсеивать, но, честно, я это не очень люблю, это исключительный случай. Как я сказал, я больше люблю вот эту свою атаку, там и здесь. Я пытаюсь сделать ножницы, возвращается и руками делаем сюда. Не обманывайте себя, здесь ноги минимальную роль играют, большую часть игры здесь осуществляет именно ноги. итак, ребята, мы разобрали с вами, как оказаться в карте, мы знаем, как делать булгар, я разобрал, как работает, когда человек стоит на своих двух ногах, но есть у нас еще две позиции, это позиция, когда человек стоит на одном из колен, и позиция, когда человек стоит на обеих своих коленках. Сейчас мы рассмотрим, ну давайте сразу пойдем, я пытаюсь объяснить, что в целом, человек, который сидит на коленях, это человек, который вообще пытается работать в джиу-джицу без своих ног, то есть это человек, который плохо знает джиу-джицу. Джиу-джицу это работает в тремя конечносты, как работаешь снизу, как я объяснял, так же, когда ты работаешь сверху. Соответственно, человек, который сидит на коленях и строит из себя хорошего борца, это, честно говоря, в моем понимании, это человек, который не умеет бороться нормально. Да, он может быть крепкий, он может быть сильный, я не знаю. Чаще всего это тяжеловесы, которым просто не хватает ловкости и физических возможностей, чтобы нормально позиционировать себя стоя, чтобы нормально работать гард, как можете посмотреть. Они практически никак не любят работать гард, не потому что они просто другую технику, а тоже просто физически не могут ее исполнять, они вынуждены основную часть своей работы выполнять руками. То есть у них там супер прокаченные плечи, руки, но бороться они толком не умеют, потому что они просто не подключают ноги. Если таким же тяжеловеса брать, просто таких как Буча Эча, Леандро, вы увидите, что они всегда работают всеми четырьмя конечностями и всем своим телом. Это всегда гораздо более продуктивно, чем если просто одними сильными руками работать, потому что когда сила ваших рук иссягнет, вы начнете проигрывать. Соответственно, к чему я это? Когда ты сидишь на коленях, ну, я уязвим. Во-первых, он может закрыть гард просто, и все. На этом схватка, по сути, уже заканчивается, вас здесь разберут. Потом, раз он может закрыть гард, то можно взять обе руки. Уже ни о каких проходах гарда речи не будет идти. Вы будете фактически полностью зависеть от того, что предлагает вам соперник. А зависеть от соперника, это не к победе, ребят. Вы сразу должны это понимать, что вряд ли он будет навязывать вам техники, в которых вы будете побеждать. Понимаете, он будет вам навязывать свою игру, и она вам не понравится. Соответственно, я располагаюсь всегда вот так. Как бы меня не затягивали, вот ниже этого положения я никогда не сяду. То есть, да, я во время схватки на ACB попал в закрытый гард, потому что меня посадили на колени, но я не люблю отговорки искать или однаждаться, но да, у меня действительно болело колено, я не знал, как себя расположить, попал на колени, но то, что я говорю, работает. Я попал на колени в закрытый гард, я моментально проиграл. Меня слепанули, вышли за спину и выиграли. Это, когда вы хотите проиграть, идеальный способ. Садиться на колени, попадает в закрытый гард. Соответственно, в идеале я никогда не стараюсь не сесть на колени, я стараюсь как минимум располагаться вот так. И руку всегда держать подальше. Я никаких проблем не испытываю, когда контролирую мою правую руку. Но вот если контролируют мою ведущую руку, за счет которой я вот эти все проходы свои, которые я объяснял, что мой любимый проход, который все время работает, если мою руку контролирует, он не работает. Соответственно, я не могу делать свой любимый проход, и мне здесь придется мучиться работать, а это то, что нужно моему сопернику, чтобы я мучился, работал, уставал, и он меня выиграл. Соответственно, я не хочу прям как концепцию, я могу вам рассказать, как выигрывать человека, который сидит на коленях, но я никогда вам не предлагаю садиться на колени. То есть, если вы боретесь, вы располагаетесь сверху, никогда вот так не садитесь. Это уязвимо, вы будете проигрывать. Вы всегда должны работать вот так. Теперь, переходя к техникам, которые я хотел рассказать, я просто хотел объяснить, почему важно стоять на одном колене. Во-первых, вы всегда можете встать, вы всегда можете быть динамичными, и вы всегда прячете левую руку, и можете не работать, начинать проход ганга. На коленях всего этого вы не можете, вы уже напрямую зависите от того, что вам предлагается. В общем, смотрите нас, следите за анонсами, не пропускайте новый выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова